Радонежских впечатлений. Я знаю, что не только в эти дни вы помните и чтите память великого человека преподобного Сергия Радонежского. Но особенно в эти дни, наверное, потому что эти дни проникнуты тем, что вы наиболее часто вспоминаете имя, наиболее часто вспоминаете его поступки, его жизненные, человеческие подвиги. И самое главное, пропагандируете это, несете среди не только своих друзей-гимназистов в родной гимназии, но и среди своих друзей по всему городу, по всей республике. Особенно значимо то, что происходит в вашей гимназии. Имя преподобного Сергия Радонежского в веках осталось вечным примером служения Отечеству. Сергий Радонежский уже позже был причислен к липу святых, но уже при жизни заслужил великую славу подвижника, великую славу защитника Отечества, человека, который нес слово добра, нес слово мира. Только вспомните, это XIV век. Время сложное, тяжелое для становления нашей страны. Будущее России, тогда Руси. И в те годы особенно важны были деяния такого человека, как преподобный Сергий. Уважаемые родители, дорогие мои земляки, особенно дорогие дети. Я очень хочу, чтобы для вас имя Сергия Радонежского было не просто именем той гимназии, в которой вы учились, но самое главное, великий пример для того, как нужно служить Отечеству. Государство многое делает для того, чтобы сохранить те ценности, которые у нас есть, сохранить единство нашей Родины, сохранить патриотизм, сохранить целостность нашей страны. Но основа основ, конечно же, закладывается в семье. Недаром вот эти нынешние ранотические чтения проходят под эгилией семейных родников. Родник – это начало жизни. Вода – начало жизни для природы. Семейный родник – это начало жизни всего человечества, всего народа. Именно в семье, словом «папушка», «детушка», «папа», «мама» закладываются основы-основы. Веркие эти слова. Всегда говорят, родители плохого не научат. И это правда. И это правда, потому что у них есть, у кого какой-то, жизненный опыт. И поэт, каждый из родителей, каждый в семье желает вам счастья. Сегодня здесь это лишний раз убедиться в том, что слово «правда» в семье дорогого стоит. Ни в упор, ни в обиду педагогам и учителям. Слово «педагога» важно, ценимо. Но то, что закладывается в семье – это фундамент. Фундамент – это будущее вашей жизни. Сегодня, в рамках шестых радовнических чтений, посвященных семейным родникам, как было уже сказано, будет зачитано много докладов, вы будете много общаться друг с другом на эту тему. Очень хочу верить, что это послужит очередным шагом в укреплении ваших собственных сил. Это послужит очередным шагом в укреплении всего нашего государства. Когда-то, да и сейчас, это не потеряло актуальность. Говорили «семья и чей-то общество». И это правда. Семья – это одна из сот нашего огромного-огромного улья, который называется «Великая Россия». Счастья вам, дорогие земляки и успехи. Спасибо. Слово предоставляется Епископу Элистинскому и Калмынскому Зиновию. Уважаемый Алексей Маратович, Светлана, понимаем, и все присутствующие. Сегодняшний день открытия шестых образовательных радостных вщений в городе Елистар. Это для нас особое событие. Событие, которое позволяет нам оглянуться, посмотреть на нашу историю, оценить самих себя, наметить какие-то планы на будущее. Потому что нужно всегда знать, куда плывет наш большой корабль, наше общество. И вспоминая великих наших подвижников благочестия, наших святых, 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 святых. Мы равняемся на их великую жизнь, мы слышим их великие призывы и слова, которые останавливают в нашей жизни грех, останавливают беззаконие, все, что приводит нас к разрушению. Эти великие подвижники учат нас доброй, умной, святой человеческой жизнью. Мы понимаем, что каждый человек – это неповторимая личность. И когда встречаются личности для того, чтобы прожить жизнь вместе, когда образовывается семья, то это особая тайна.